Добрый день! Здравствуйте, уважаемые дагестанцы и гости нашей республики! В прямом эфире на телеканале РГВК Дагестан программа «Мой малыш» Программа о самом главном и дорогом, что есть у нас с вами в жизни – это здоровье наших детей. Итак, сегодня очередная программа, очередной выпуск, очередная тема, и все это для того, чтобы наши дети, наши любимые дети были здоровы и счастливы. Итак, сегодняшняя тема – это задержка физического развития у детей. Ну, все мы, конечно, хотим о том, чтобы наши дети были высокие, стройные, красивые, счастливые, но для этого надо потрудиться. Итак, эту тему любезно согласилась провести Алиамарова Патимат Магомедовна, детский эндокринолог ДРКБ – Детская Республиканская клиническая больница. Патимат Магомедовна, мы приветствуем вас в нашей студии. Спасибо вам большое. Ну и первый вопрос. Почему? Скажите мне, пожалуйста, почему вы, врачи-эндокринологи, обращаете на это особое внимание? Скажите, пожалуйста, что входит в понятие задержка физического развития? Прошу вас. Добрый день, все. Врачебное наблюдение, оно включает в себя и оценку физического развития ребенка. Да. Рост и вес ребенка, он, как сказать… Должны быть в норме, да? Да. Должны соответствовать возрасту. Соответствовать его перцентильным кривым. Отклонение в перцентильных кривых говорит о том, что ребенок остается в росте и весе. И это является поводом для обращения к детскому эндокринологу. Ну, давайте так. Вот ваши кривые все, да, эти исследования, мы как бы это оставим для ученых, для ваших более детальных исследований. Скажите просто, да, вот что означает задержка физического развития ребенка по росту, предположим? Давайте поговорим о росте. А рост такой показатель, который должен соответствовать возрасту, возрасту ребенка, его полу. И отклонение его от нормы, это вызывает у родителей беспокойство. Конечно, да. И, соответственно, мы проводим обследование, диагностику, решаем вопрос, что дальше делать с таким ребенком. А норма? Норма, давайте по возрастам, если можно. Вот норма, это сколько сантиметров? Ну, на первом году жизни ребенок растет где-то 20-30 сантиметров. На втором году жизни это 10-15 сантиметров в год. В дальнейшем скорость роста снижается до 4-6 сантиметров в год. И в период пубертата, когда возникает пубертатный скачок роста, ребенок начинает расти 10 и более сантиметров в год. То есть более стремительно, да? Стремительный пубертатный скачок роста происходит. Понятно. Ну вот вы знаете, Падемат Магомедовна, я не так давно был на выпуске 11-ти классников из школы. Ну, пригласили меня выступить, как-то поприсутствовать на этом мероприятии. Ну, я обратил внимание на выпускников. Ну, честно говоря, вот что касается роста и девочек, и мальчиков, здесь, конечно, вот я разочаровался. Низкие ребята были, но это вот в Махачкалинской обычной школе низковатые были ребята. Вот мы с вами до передачи говорили, ну и как бы сошлись над том, что желательно, чтобы рост девочек был какой? Средний рост для Дагестана, для девочек это 165-170 сантиметров, а для мальчиков метр семьдесят пять сантиметров. Метр семьдесят пять, да? Ну, в общем-то, мы с вами в этом вопросе не спорили, поскольку согласились оба. Да, действительно, это оптимальный вариант. Но чтобы добиться вот этих 165 сантиметров у девочек и 170 сантиметров у мальчиков, я так понимаю, придется изрядно потрудиться, да? Теперь давайте мы с вами перейдем к причинам. Скажите, пожалуйста, что является главными причинами задержки физического развития у детей? Причин очень много задержки роста, задержки веса, роста ребенка. Это, в первую очередь, это может быть семейная низкорослость, когда родители сами низкорослые, имеют рост по метр пятьдесят, метр шестьдесят сантиметров. И, конечно, такой ребенок, конечный рост такого ребенка будет соответствовать возрасту его родителей. Вторая причина – это конституциональная задержка роста, когда у детей есть некоторые дети, которые достаточно поздно развиваются пубертат у таких детей. И, как мы уже говорили, что при развитии пубертата, соответственно, пубертатный скачок роста у детей бывает. А здесь позднее развитие пубертаты, так же будет поздний скачок роста у детей. Ну, в конечном итоге пубертат возникает, и они догоняют своих сверстников, и конечный рост у них не страдает. Третья причина – это может быть гипотиреоз, когда снижаются функции щитовидной железы вследствие ее. То есть конкретное заболевание, да? Да, какое-то конкретное определенное заболевание. Здесь вследствие гипоплазии, аплазии щитовидной железы. Третья причина – может быть синдромальные задержки роста. То есть это сочетание, когда низкорослость у ребенка, и сочетается со стигмами десемпреогенеза, малыми аномалиями развития. Это может быть синдром Шишевского, синдром Нунан, синдром Рассела-Сильвера. Их очень много, около 2000 синдромов, которые сочетаются с низкорослостью. Самотогенная задержка роста. Когда у детей наблюдается какое-то заболевание сопутствующее со стороны органов дыхания, сердца, со стороны системных заболеваний, какие-то аутоиммунные заболевания, со стороны желудочно-кишечного тракта болезни. То есть сама эта болезнь и также лечение этих болезней может сказываться на рост. Получается, что очень многие-многие заболевания, они так или иначе сказываются на физическом развитии. Вы знаете, Катимат Магомедовна, вот сейчас вы отвечали на этот вопрос, и я вспомнил, в общем-то, ответы и рекомендации ваших коллег, представителей самых разных направлений детского здравоохранения. Почти все говорили о том, что их патологии по их направлениям, они сказываются на общем физическом развитии детей. Это и невропатологи, это и лорс-врачи, это и кардиологи, это и инфекционисты, да все, понимаете? Даже стоматологи. Ну, а стоматологи, в общем-то, почему нет? В первую очередь, конечно, да. Да, рост, он служит как бы таким индикатором общего состояния здоровья ребенка. И тем не менее, несмотря на то, что, в общем-то, время от времени наши детишки болеют, мы, в общем-то, родители не должны сдаваться и должны бороться не только за, в общем-то, самочувствие наших детей, но и за то, чтобы они были рослыми и красивыми. Кстати говоря, вот вы только что сказали о том, что если родители невысокого роста, то в значительной степени, в общем-то, и дети будут невысокими. Ну, вот, достаточно часто приходится встречать, в общем-то, прекрасную картину, когда действительно, вот, родители невысокие, а дети, в общем-то, ну, опережают их по росту, выше ростом. Это часто встречается такое явление? Ну, так природа задумалась. И так должно быть, и так должно быть. Наши дети должны быть лучше нас, наши дети должны пойти дальше нас во всех отношениях, и в карьере, и в благополучии, и в росте, и в здоровье. Пусть наши дети будут лучше нас. Для этого мы живем, и для этого мы сделаем все возможное, да. И вот в нашей передаче сегодня мы скажем, как сделать так, чтобы наши дети, конечно, были более рослыми, более красивыми и более стройными. Так что настроение у наших родителей должно быть сейчас лучше. А, Патимат Магомедовна, давайте перейдем к вопросу диагностика. Вот в этом вопросе существует эффективная диагностика? Конечно, ребенок приходит к детскому эндокринологу. Вообще, показанием для направления к детскому эндокринологу является, если вы видите снижение роста ребенка меньше 4 сантиметра в год. И на его центильной кривую, которую педиатры должны заносить центильную кривую, вы видите, что отстает меньше 3 перцентиля ребенок. Также правильное измерение роста. Очень многие померят рост дома, в проеме где-то между дверьми, и считают, что они измерили рост. На самом деле, рост надо мерить на специальном ростометре, который мерит рост с точностью до 0,1 сантиметра. Рост нужно мерить. Детям до 2 лет мерится рост лежа, старше 2 лет стоя. И также рост надо измерять только в утренние часы, так как в вечернее время, вследствие статических нагрузок на организм, на тело ребенка, рост будет ложно заниженным. Вы знаете, вот из того, что вы сказали, честно говоря, больше обратило внимание не то, как мерить рост стоя или лёжа, а вот то, что если мы заметили, что в течение года ребенок вырос меньше, чем на 4 сантиметра. И это является поводом для обращения к вам, к эндокринологам, и это является поводом для того, чтобы уже посмотреть более внимательно на весь этот процесс. Хорошо. А вот что вы скажете на то, что, допустим, вот вы говорите пубертатный период, да, 13-14 лет, да. Ну хорошо, пришли близкие родственники, пришли друзья и говорят, не беспокойтесь, перестаньте волноваться. В 13-14 лет, вот в этот пубертатный период, ваш ребенок, что называется, выстрелит. То есть ваш ребенок начнет резко расти, да. Насколько я понимаю, медицина это не отвергает. То есть, да, вы сказали, в этот период начинается более стремительный рост человека, ребенка. Означает ли это, что до 14 лет можно как бы ничего не делать и спокойно реагировать на то, что ребенок растет меньше, чем 4 сантиметра в год? Если это беспокоит родителей, то нужно его обследовать, ребенка, сдать гормональные анализы, посмотреть рентген кистей рук, насколько остает костный возраст от паспортного. И если мы ничего не находим ни в гормональном отследовании, ни в рентген кистей, если ребенок не отстает в рентген кистей рук, то тогда нужно просто оставить ребенка самому вырасти. Вот конкретная рекомендация, абсолютно правильная и научно выстроенная рекомендация. То есть, нужно обследовать на гормоны, нужно сделать рентген кисти рук, да, и специалист скажет тогда, есть патология в росте или нет патологии в росте. Да, дорогие родители, да, это совершенно четко определяется на эффективной диагностике нашими врачами. Все верно, да. Скажите, пожалуйста, да, кроме этого, больше не нужно проводить никакую диагностику? Этого достаточно? Эта диагностика предварительная, то, что определение гормонального хода. Даже предварительная. Если мы что-то находим не в порядке в гормональном статусе, в рентген кистей рук, мы укладываем к нам в стационар, в эндокринологическое отделение, ДРКБ, и проводим специальные пробы, функциональные пробы, которые показывают нам выброс гормона роста у этого ребенка. Если гормон роста будет сниженный, то мы назначаем препараты геноинженерного гормона роста. Если выброс будет удовлетворительный, хороший выброс, то также оставляем ребенка самому расти. Понятно. Не вмешиваемся в природу. Но это хорошо, да, в том случае, если действительно какой-то диспаланс обнаружен, то в вашем стационаре проводится нужное обследование. Так, идем дальше, переходим к лечению и к рекомендациям. Хорошо, нужно вмешиваться, нужно в этот процесс внедряться. И, в общем-то, родители недовольны тем, что ребенок, да, плохо растет. И странно, может быть, от чего-то, почему он так плохо растет. Родители смотрят, условия хорошие, питание хорошее, да. Ребенок занимается, развивается, но растет почему-то плохо. Вот, пожалуйста, как вы, врачи, отвечаете на этот вопрос? Вот обычно звонит мамочка и спрашивает. Вот моему ребенку там 8-9 лет, вот, ну все вроде бы неплохо, все вроде бы хорошо. Не растет. В чем дело? Зависимо от причины. Если это семейная конституциональная задержка роста, ну, конечно, мы здесь не вмешиваемся в природу, оставляем ребенка расти, здесь как такового лечения не существует. Если это самотогенная задержка роста, то лечим основное заболевание, которое привело к тому, что ребенок не растет. Например, если это целиакия, ребенок не переносит глютен, продукты, то переводим его на глядиновую диету, да. И ребенок начинает расти. При синдромальных формах задержки роста, если у ребенка там синдром Сишишевского, Тернера, Нунен, некоторые синдромы, они лечатся геноинженерными препаратами гормона роста. Но одни синдромы лечатся, другие не поддаются этому лечению. Это тоже решается индивидуально с каждым ребенком. Также хондродистрофия, тоже генетическое заболевание, когда диспропорциональная короткоконечная низкорослость у ребенка, тоже лечат ее афтопеды, генетики, эндокринологи этим не занимаются. Мне кажется, что касается гормонов роста, вы знаете, очень многие люди, наверное, небезосновательно, в общем-то, беспокоятся, да. Да, их немножечко пугает, да, вот это назначение гормонов роста. Но мне кажется, что здесь, что называется, высшей степенью ответственности нужно подходить, прежде чем назначать... Да, мы назначаем препараты геноинженерного гормона роста только в том случае, если все пробы будут у него отрицательные, заниженные результаты, и только в этом случае назначаются препараты. То есть мы подтверждаем, что у него есть гипопитуетаризм, это дефицит гормона роста в организме, то есть его гипофиз не вырабатывает этот гормон роста. Но это уже тревожный такой сигнал, это уже тревожный такой, в общем-то, диагноз, в который действительно нужно достаточно серьезно и срочно вмешиваться. Да, это верно, да. Что еще, пожалуйста? Ну, государство выдает этим детям этот препарат, и, соответственно, они его колят, растут, они наблюдаются у нас. Это дорогостоящий препарат, насколько мне известно, но вот вы только что сказали о том, что государство выдает бесплатно, да, то есть это есть в перечне препаратов, которые государство выдает по страховке, да, родителям, детям, поэтому, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Единственное, нужно, конечно же, как-то вот пройти и обычную поликлинику, да, и консультативную поликлинику ДРКБ. Вот в вашей клинике лучше, конечно, зарегистрироваться и пройти курс лечения. Понятно, да. Также я скажу, что есть психосоциальная задержка роста, депривационный нанизм называется. Это дети, которые растут в детских домах, дети, которые неблагоприятная обстановка в семье. Нет, ну это понятно. Это психологически давит на ребенка. Когда неблагоприятная... И когда эти дети попадают в комфортные условия жизни, они начинают расти. Ну вот чаще всего, да, родители действительно спрашивают, что вот, ну хорошо, допустим, да, не было бы условий, да, не было бы витаминов, да, не было бы там хорошей комфортной обстановки. А то ведь все есть, да, и отдельная комната, и какие-то физические занятия, возможность ходить в школу, заниматься физкультурой, гимнастика. Опять-таки питание, все вроде в норме, но ребенок плохо растет. Кстати говоря, и с родителями как бы все неплохо, да, рост есть, вот, но ребенок не растет. Мы рекомендуем ребенка обследовать, да. Обследовать. Поскольку это интересная, забавная такая процедура, ребенок становится к двери, значит, сверху там... Ручкой отмечают. Ручкой там, да, книжку там подводят с тем, чтобы, в общем-то, как-то правильно это отметить. Все это забавно, интересно. В семейной обстановке это положительные эмоции, это чудесно, да. Но все-таки, все-таки то, что делают поликлиники, врачи-эндокринологи, то, что делается в процессе диспансеризации, а это обследование всех органов и систем, да, детского организма. Мы еще раз подчеркиваем, дорогие родители, нужно посмотреть и обследовать абсолютно все органы и системы детского организма. Для того, чтобы исключить самотогенную, да, задержку? Для того, чтобы исключить, да, совершенно верно. Итак, продолжаем давать рекомендации и говорить о лечении. Пожалуйста, доктор, что еще важно? Лечим. Конечно, белково-витаминное питание для детей в рационе должны быть у ребенка и присутствовать ежедневно, и белки, и жиры, и углеводы должны присутствовать, также препараты кальций. Давайте переводить на нормальный человеческий язык. Да, нет, это мясо у нас. Так, мясо мы что предпочитаем, чему отдаем предпочтение? Мясо. Говядина, баранина или курица? Да, больше, конечно, говядина и баранина, чем курица. Красное мясо, да? Да, красное мясо. Раз в неделю это рыбный день, как раньше было, да? Минимум раз в неделю, да? Это рыбный день. Если ребенку два раза в неделю дать рыбу, хорошую рыбу, ничего страшного не будет. Да, углеводы, хлеб. Да, углеводы, хлеб. Можно, конечно, в умеренных количествах все должно быть. Творог обязательно ежедневно должен присутствовать в рационе. Творог ежедневно, дорогие родители, творог ежедневно, да. Присутствует в рационе. Микроэлементы, зелень, фрукты, овощи. То есть питание должно быть разнообразным. Не однообразное питание, а более разнообразное, вкусное. И вот вы знаете, мне нравятся рекомендации ваших коллег, инфекционистов. Они говорят, нужно прибегать к каким-то способам, благодаря которым мы ребенку дадим и лук, и чеснок, и зелень, но ребенок это не увидит, да. То есть все мы это вымешиваем через мясорубку, делаем фрикадельки, аккуратненько их складываем, я не знаю, в морозильную камеру, потом поджариваем или это в суп. Но таким образом наши дети получают и лук, и зелень, и чеснок, и все то, что они как бы есть это в открытую не хотят. Но вот на такие ухищрения нужно идти к каждой маме, все это аккуратненько вуалировать, спрятать. Также хотелось бы сказать про физическую нагрузку на детей. Давайте здесь дифференцируем. Какие физические упражнения, какие виды спорта способствуют развитию роста? Это спорту способствует развитию роста. Это шведская стенка, очень хорошо, когда имеется дома шведская стенка, висеть на турнике, баскетбол, волейбол, плавание, хорошо для ребенка с ростом. Плавание очень хорошо. Да, вообще хорошо. Плавание очень хорошо, да. К сожалению, не очень дешево, но это очень хорошо. Еще? Те виды спорта, которые способствуют тяжелой физической нагрузке, лучше избегать такие виды спорта. Так, скажите, пожалуйста, а какие виды спорта тормозят физическое развитие ребенка? Это может быть борьба, где нужно поднимать. Это может быть штанга, поднятие штанги. Продолжайте, пожалуйста. Тот вид спорта, который предрасполагает поднятие тяжестей. То есть нельзя поднимать тяжести. Это плохо сказывается на организм в целом. Да, вот видите, какая информация, да, в нашей республике борьба это чуть ли не национальный вид спорта. Ну, тяжелая атлетика, штанга, да, достаточно мало распространенный вид спорта. Но борьба, да, борьба везде и всюду, да. Но если сочетать, я прошу прощения, очень многие борцы, они чудесно играют в волейбол, баскетбол, да, они любят эти виды спорта и в теннис, да. Если правильно сочетать, то, в принципе, как бы можно, да, и вырасти, и стать при этом знаменитым борцом. Ну, в общем, на эти вещи надо обращать внимание. В основном... Все в меру. Да, все в меру, да. Но, пожалуйста, смотрите очень внимательно, потому когда ребенок все-таки он должен расти. Мы в начале программы с вами, дорогие родители, договорились о том, что девочки наши будут 160-165 сантиметров, а ребята у нас вырастут до 175. Ну, вот давайте к этим показателям мы будем вместе дружно стремиться. Скажите, пожалуйста, ну вот, что касается народной, как бы, да, рекомендации, рыбий жир, в общем-то, как-то вот... Комплекс витаминов, рыбы, жир. Ну, хорошо бы при этом и не располнять ребенка. Вот как здесь найти общий знаменатель? Если вы наладите ребенку питание, в принципе, для употребления этих витаминов никаких показаний нет. Если ребенок хорошо ест и получает все необходимые продукты с питанием, то лучше не давать лишнее ничего ребенку. Ну, понятно. Ну, совершенно, совершенно правильный, справедливый, да, ответ. Ну, весной, осенью, конечно, курс поливитаминов никому не повредит. Да, по 10 дней можно провести. Ну, в основном, конечно, суть ваших рекомендаций заключается в том, чтобы гармонично ребенок рос и получал естественные, да, естественные витамины. Благо сегодня и зимой, и летом у нас, в принципе, овощи, фрукты, микроэлементы, зелень, все это присутствует в торговле. Поэтому, да, нужно покупать и использовать в питании, да. Хорошо, мы продолжаем нашу программу, значит, уже время подходит к завершению. По профилактике, что еще влияет на рост, на развитие ребенка? Как таковой общий такой профилактики, как мы все сказали, это и питание, и закаливание ребенка, и спорт. Про закаливание, между прочим, не говорили. Про закаливание, да, это тоже важно, да. Ребенок будет меньше болеть в течение года. Меньше болеет, соответственно, если меньше болеет, хорошо растет. Других видов профилактики. А вот медикаментозные. Ну, вот мы с вами готовились к программе, все-таки этот пункт, как бы мы с вами записали о том, что есть некий медикаментозный способ помочь ребенку более динамично расти. Ну, вот вы говорили о гормонах роста, да? Да, если мы подтверждаем дефицит гормона роста, то мы назначаем геноинженерные препараты гормона роста. Рассчитываем его по массе тела, по росту ребенка. И дети его получают, они колят его каждый день, вечером, перед сном, так как у нас и вырабатывается гормон роста во время сна. Часто дети засыпают, а просыпаются уже с другим ростом. И вы знаете, да, я бы хотел обратить внимание, вот жду вашего подтверждения. Вот ребята-спортсмены, они применяют какое-то отдельное спортивное питание, они применяют какие-то препараты, да, позволяющие им как-то вот набирать массу, мышечную массу. Но, в общем-то, не знаю, многие ваши коллеги считают, что к этим вещам нужно относиться с определенной степенью опаской, очень осторожно, очень выборочно, да? Да, оно может быть очень много побочных действий у этих препаратов, то, что они применяют. Поэтому очень осторожно и только если спортивный врач разрешает применять. А спортивные врачи у нас просто в считанных секциях присутствуют, в основной массе спортивных врачей все-таки нет. И вы знаете, дорогие родители, у нас иногда возникает ситуация, когда молодой человек, когда ваш ребенок, сын берет деньги на кино, мороженое, я не знаю, какие-то развлечения, а на самом деле он тратит деньги, покупая именно вот эти препараты и какое-то там дополнительное спортивное питание. Необходимо все это знать, необходимо все это выявить, необходимо говорить с тренером, необходимо смотреть те залы, где занимается ребенок, потому что там это все продается, да? Да, да, там же внутри. И самое главное, на самом деле, вот что касается особенно мам, нужно найти такую форму общения со своим ребенком, чтобы он не скрывал и доверял, да? Хочет он это употреблять, да, какое-то, ну, чтобы добиться какого-то результата. Ну, хорошо, давайте пойдем, проконсультируемся, проверим, да, 10 раз, разрешим, хорошо. Ну, пусть это будет уже через доктора, через специалиста, через знающих людей. Вот это очень важные рекомендации, советы, и я рад, что мы с вами об этом сегодня сказали. Патимат Магомедовна, ну, вот мне показывают, что пора уступать место в эфире другим интересным программам телекомпании РГВК Дагестан. Ну, а мы с вами ровно на одну неделю будем прощаться с нашими телезрителями. Вам спасибо большое, спасибо и вам, уважаемые телезрители, за ваше внимание. Пожалуйста, берегите себя, свою семью, свой семейный очаг. Будьте счастливы и здоровы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!